Здравствуйте, вы на канале Борнер Коли Влог. Я тут грустная, уже третий день тишь, ну ладно, второй с половиной день. У меня получились накладки с грумингом и выставками. Я же вам говорила в прошлом видео, что я записала Фаню на Валгу, на выставку в Валге. И вот облом. У меня, я месяц назад записывала себе пуделя и думала, у нас в груминге скоро будет 4 грумера. И я думала, кто-нибудь да сможет подменить меня. А вот такой облом, что из 4-х никто не может. Все или уезжают, или на выставку, или куда-то за город. Короче, все заняты. Я вот теперь продумываю план, чтобы мне Фаню отправить на выставку, чтобы какой-нибудь хендлер ее выставил. То есть я буду сейчас с этим думать. Знаете, мне пофиг, что мы там получим, ну сделаем, не сделаем. Ну, короче, мне все равно, но все. Есть один облом. Большой, большой, большой. Я очень хотела с Фаней на бест выйти. Ну, теперь не смогу. Мы так классно отработали движуху. Выбег, именно бегом. Выбегать в бест. И, ну, и в итоге вот такой облом. Мне благать годят. Отъезд. Короче, мы просто зря работаем. Ну, не зря, конечно, но... Все, что я хотела, все пошло коту под хвост. Короче, я уже на этот день теперь уже записала еще двух йорков, так что... Так что я грустная, грустная, грустная. Очень грустная. Надо сейчас за два дня найти мне Хендлера. Кто-то везет, я знаю. Кто-то везет Хендлера, я тоже знаю. Мне только найти надо Хендлера, и чтобы он успел потренироваться с Фаней. Фаня с полщи, не с каждым пойдет. Вот так. Сидела тут с кошкой и заметила кое-что. Смотрите. Что вам показать? Видите, тирану? Она сгуляет на улице. И, походу, ее кто-то подрал. Или она с кем-то подралась. С двух сторон такое ощущение, как будто бы ее вот так вот схватили за голову. Еще осматривать надо обработать ранки. Они или вчерашние, или сегодняшние. Пидорак. И ушки надо чуть-чуть почистить, грязноватые. Вот так вот. Так бывает, когда собака гуляет на самой... Ой, собака. Ушка гуляет на самом выгуле. Всем привет, с вами Лиза. Вы на канале Border Collie Vlog. Или я уже приветствовалась. Идем сейчас с Бордером гулять. Уже поздно. Хоть сегодня и воскресенье, но... У меня плавучий рабочий график. Так что я могу понедельник отдыхать, а в воскресенье пахать. Смотрите, чего у нас новое. Еще у нас новый кондиционер. У нас новый ошейник и поводок. Взяла маленький, короткий. Здесь где-то метр двадцать. И ошейничек. Фирма Трикси. Классный. Мне понравился очень цвет. Яркий, насыщенный фиолетовый. Я пока брала кондиционер, подумала, что короткий поводок будет очень удобно, если встретили собаку по пути. И... Его просто подошел, прицепил и все. Потом отцепил. Не надо таскаться с пятиметровым поводком, например. Ну, даже с двухметровым. С этим проще в карман засунул, да и все. Местом занимают меньше, чем двухметровый. Ой, красота у нас сейчас неэвоверная. Очень красиво. Ну, конечно, уже закат, уже темнеет. С этим уже ничего не поделаешь. Лиза работает по воскресеньям. Не всегда, но работаю периодически. Сегодня вот вернулась достаточно поздно домой. Пять вечера. Пока поела, туда-сюда и вот только пошла гулять с ним. Давно мы здесь с ним не тренировались. Хочу еще пойти с ним немножко подрюкаться, потренироваться. И все обязательно вам покажу. Пошлите. Вот так поводочек у него выглядит. Ему немножко непривычно гулять на таком коротком. Лен. Контакт надо нам с ним. Снова делать контакты. В городе мы постоянно гуляли на поводке. Постоянно что-либо делали. В любом случае, хотя бы не тянуть поводок или что-то такое, мы от этого отрабатывали. А сейчас, живя за городом, мы перестали много чего отрабатывать. А тут разучился гулять на поводке. Он его тянет. Он даже сейчас, видите, он его тянет. Он тянет очень к деревьям. То есть он видит дерево, он тянет к дереву. И это нехорошо. Насчет поводка я, наверное, исправлять не буду. Просто у меня нет такой необходимости ходить с ним на поводке. Часто. Но контакт, конкретно контакт с собакой, надо с ним отработать заново. Он легко, быстро его вспомнит, освоит. Но на это просто надо немножко времени. Пошли. Умничка. Видите? Да, молодец. Тянет поводок, но, говорю, меня это не особо интересует, чтобы он не тянул поводок. Так сказать, мы не гуляем на поводке совсем практически. Только выходим в город иногда, выезжаем, и все. Больше нигде не гуляем на поводке. Продолжение следует... Продолжение следует... у нас немножко хромает работа на расстоянии из этого мне надо сейчас отработать у него вот эти вот разные команды на расстоянии у него у него все отлично когда все находится близко как только что находится далеко сразу все это плохо так что это мы сейчас не отработаем сейчас получилась достаточно интересная ситуация но не считая того что извиняются пакетер со мной все а я приходила только слева их мама просила ну сестра пошла гулять вам попросила взять собак с собой при том что этих я не хотелось бы не гуляли по такой поверхности чтобы у них сейчас шерсть катается мне придется их еще вычесывать я буду этим заниматься уже завтра сегодня сил нет уже а интересное в том что шли мы шли и слышу что-то едет это кажется квадрокоптер ой нет не квадрокоптер который летает мы его ромка называли это были в лагере вот это жукалка на которые ехали сейчас ну так вот вот эта вот хрень приезжает с мужчины он так приезжает это я подзываю лево команды сюда команду сюда мы отработали заранее до этого пока шли до моря мы как раз отработали эту команду немножко поспоминали а то у нас начало хромать и тут это подходит лево подъезжает я зову леона командой сюда и получает ну он походу в моем голосе еще была такая какая-то заминка или типа давай быстрее уже такое он такой разваляется такими шокирующими глазами такой рысью подбегает и все равно в шоке о ком-то я его пристегиваю молодец хорошо забыла покормить его этот проезжает он никак на него не отреагировал но было стромно если честно ну зато команда сюда очень хорошо отработала я за себя рада хотя могла бы лучше то есть хотелось бы что он подбегал голопом они еле еле рысь надо надо над этим работать и мы отработаем я думаю скоро чуваки вы идете я говорю нежданно у меня весь комплект как бы шла с одним а приходит же дома с четырьмя странно не продали насчет фани у фани очко ой извиняюсь извиняюсь перепутала вчера была на выставке в балге получила отлично без ска описание шикарно ничего то есть нет ничего плохого ничего не не сказано написано собака в развитии еще почему без ска непонятно я думала что будет хотя бы написано что не так но нет все отлично и ска просто не дала она была одна в своем классе мы надеялись забрать последний сердце я понимаю что фани она не идеально давние есть косяки но они не критичны то есть в два года после первых щенков она еще и еще разойдется у нее шерсть будет до пола хвост тоже подрастет будет почти до пола то есть и все будет ну станет гармонично юниоры они всегда такие маленькие уроды если честно выше ли не видели в юниорах такая ну извиняюсь уродинка честно страшненькая она была в юниорах она еще высоколапая было и полтора года у нее шерсть до сих пор было еще не до пола так что ребят этот возраст надо просто пережить а уже темнеет и я думаю мы успеем до полной темноты вернуться домой на этом все всем пока спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал а мы идем там люди сейчас позову ли спасибо